Сборная России, хоть и покалеченная, да, так, ну я немножко, конечно, утрирую, условно говоря, но живая добирается до четвертьфинала, и сейчас очень важный матч, он важный не только с другим точки зрения, а по сути, да, сборная России добилась уже того, чего должна была добиться, программа минимум выполнила, теперь бонусы, но бонусы, которые сборной России по силам и которые не будут сенсацией являться, скорее, ну Россия здесь никак не является не фаворитом в этом матче. Ну а еще об одной детали я вам скажу после исполнения национальных гимнов, пока гимн ЕМФ играет в Евро-Мини-Букл-Ассоциэйшн, а затем национальные гимны. Друзья и джентльмены, национальный ланкум России. Гимн России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Гимн России отзвучал, гимн Черногории на очереди. Национальный ланкум Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 От Алексея Смирнова уходит мяч. Показывает арбитр. Городробник, капитан Черногорской сборной. Мяча не касался последним. А из-за боковой будет Марко Челакович в игру мяч водить. Стандарты, стандарты, стандарты. Это очень опасно. Хотя не только стандарты решают в этом футболе, как может показаться. К слову, болельщики говорят, что поле кажется маленьким. Действительно, по картинке оно совсем маленьким кажется. Но на самом деле размер поляны чуть-чуть больше, чем мини-футбольный. 43 на 22. Если площадь поля разделить на количество футболистов, то плотность получится ровно такая же, как в мини-футболе. Однако все равно тесновато. Плюс, так у нас замена. Сергей Алборов, мне это Лихобабенко. Нужно-нужно сейчас в обороне добавить сборной России. Цепкости, жесткости. Так вот, есть еще проблема. Положим газон на, по сути, на траву просто, без прокладки. И удар отбивает Ульянов почти перед собой. Но все-таки Желько Морденович мячу не успел. Черногорцы хороши. Так вот, утоптали уже это поле. И, честно говоря, оно с каждым матчем все более и более неровным становится. Однако сильные команды все равно показывают хороший футбол. Но это уже вопрос об уровне турнира, о мастерстве футболистов уровень высок. Это отмечают все, включая, например, главную звезду, наверное, этого турнира. Самого известного в футбольном мире человека Александра Панова. Который сейчас в запасе находится в сборной России и готов игру усилить. И сейчас готовится он в игру вступить как раз. Очередной удар горного дробника. Но здесь для Ульяны семечки. Ковальчук, скидка опять без фола. Ну, там Челакович правил не нарушал. Это уже точно дробник. Черногорцы с преимуществом играют. Причем не таким несколько оголтелым, как сборная Молдавии в начале вчерашней игры. А с преимуществом достаточно осмысленным, спокойным, с сознанием своей силы действует Черногория. Но вот аут сейчас Ковальчук доборолся, заработал и меняется на Панова. А горнодробник поменялся на ставу Баровича у Черногории. Вот так вот синхронно наставники поменяли форвардов на восьмой минуте в самом начале. Алборов бросает из-за боковой. На кого? На Панова. Тот с разворота пытается ударить. Барович блокирует. Махмутов, Меркулов. Двойной прессинг. Из-под ноги у Меркулова мяч убивают. Но это аут лишь. И немножко перебрасывает. По сути, он сейчас Панова. Тот мяч цепляет. Ну, по сути, скальпом сыграл Александр. Конечно, там тяжело было добиться чего-то действительно серьезного в этом эпизоде. Дмитрович пока практически не в игре. Только вот вводит от ворота. Но вот, смотрите, Алексей Смирнов тоже подталкивает сейчас Баровича. Очень высокого форварда. Свежего. И арбитр не свистит. Соответственно, пока все последовательно. А вот здесь фолл на Александре Панове. Нет, Александр Панов сфолил. В борьбе чуть переусердствовал. Помешал черногорцам на территории борьбе сыграть. И штрафной. И вот сейчас Махматов заменен. Но не Владимир Егоров поменял Марата Махматова. Вместе с ним Алексей Павленко вышел партнер по спарте. Одноклубник. А это означает, что Сергей Алборов в оборону садится. Но ему не привыкать. Но не на этом турнире. Тем не менее, Сергей Алборов действительно игрок просто сверх цепкий. Сейчас в тандеме с Алексеем Смирновым он действует. Павленко перед ними. Чуть выше Меркулов. И на острие Александр Панов. И опять зевают сейчас россияне. На этот раз Слабдана Дробника. Павленко падает. Показывает, что Дробник его оттолкнул. Никакого нарушения здесь нет. Нужно бороться до конца отборной России. Потому что если Черногория будет стрелять, то рано или поздно она попадет. И рано или поздно попадет так, что и Алексей Ульянов будет бессилен. Потому что он игроков вратарь великолепный. Вопросов вообще никаких. Но он человек, как и все, кто здесь играет на турнире. А всем людям свойственно и ошибаться. И просто даже действуя на каком-то запредельном уровне, иногда чуть-чуть давать слабину. Но пока слабины. Наш голкипер не давал на турнире. Пропустил лишь один мяч. И то крайне спорный. А сейчас Смирнов очень плохую передачу отдает Алексею Ульянову. И под прессингом Баровича тот, куда подальше, на трибуну мяч отправляет. Но зато на трибуну за лицевой линией на другой половине поля. Поэтому отворот черногорцам надо начинать. Они опасные ауты получили. Очень осторожная игра. И очень осторожная сторона на самом деле обеих команд. Стараются в атаке что-то придумать. Но в первую очередь думают об обороне и те, и другие. Черногорцы, по сути, атакуют по большей части дальними ударами. И после каких-то резких передач ударами в одно касание. Сборная России вымеряет, вымеряет. Но пока почти ничего еще не вымеряло. И Данила Вукович сейчас появится у сборной Черногории на поле. Меняет он Желька Морденовича. Активно шестой номер черногорской команды действовал в первой половине первого тайма. Сейчас его экватор. А у нас Алексей Смирнов бросает из-за боковой. Меркулов цепляет мяч и пытается его продлить дальше. Не доходит до Павленко игровой снаряд. И сейчас очень цепко против и Павленко, и против тем высшего из-за Алексея Ульянов. Данила Вукович действовал. В итоге фон на Ульянове зафиксировали. Но вот вчера в таких эпизодах, конечно, доставался нашим голкиперу. Очередная замена у России прошла. Лихобабенко вместо Меркулова на поле появился. Смирнов. Ульянов. На этот раз передача хороша. И Ульянов точно на Панова играет! Александр Панов грудью принимает, разворачивается. В последний момент у него из-под ноги выбит мяч. Постарался Марко Челакович. Павленко. И на месте Меротич, несмотря на свои габариты, из-за рот выходит очень быстро. В черном костюме, в широком. Он действует болоневым. Такое ощущение, что ради того, чтобы вес согнать, он в такой экипировке действует. Ну, Ульянов тоже, кстати, в штанах играет. У нас Руслан Сафаров в трусах и гетрах выступает. А Алексей Ульянов, вот... По-другому. Играет. У каждого вратаря свой стиль. Как и у каждого футболиста. Вукович из-за боковой он будет бросать. И тут оставили по одному сейчас черногорцев. То одного, то другого. В итоге удар! Лихобабенко там мешает пробить Дробнику. Слободану Дробнику. В итоге мяч, дробя, точно Ульянов в руки прискакал. Лихобабенко не смог здесь Огненно Стаматович в борьбе переиграть. Отворот сборной Черногории. И Максим Ковальчук у россиян сейчас Панова поменяет обратно. Очень тяжелая игра, очень тяжелый четвертый финал. Я вам обещал рассказать после гимнов об одной особенности этого матча. Вот расскажу сейчас. Так, Панова меняет Ковальчук. Как раз есть пауза. В следующем году состоится в Соединенных Штатах Америки чемпионат мира. Так вот, на него квалифицируется шесть сборных. Здесь после четвертьфинала матчей за пятое-восьмое места нет. Две команды попадут по рейтингу из тех, кто еще не отобрался по спортивному принципу. А четыре команды, четыре участника полуфиналов гарантируют себе участие в чемпионате мира. Вы понимаете, что по рейтингу сборной России попасть туда будет крайне сложно, потому что первый раз сборная России участвует на европейских чемпионатах. Барович не успевает сохранить мяч, помешал ему таки Смирнов. А вот пробиться в четверку, это по силам российской команде. Для этого надо обыграть Черногорию. Ковальчук Челакович навязывает борьбу. Очень хорош Ковальчук борьбе. Здесь Лихобабенко успевает, выбивает мяч за боковую. Позиционная такая борьба идет. Да, все может решить один гол по такой игре, но совершенно не обязательно, что он будет один. И с другой стороны, не обязательно, что он будет. Смирнов. И в руку попадает мяч Данила Вуковича. Немножко техники не хватило, арбитр все видел отлично. И зафиксировал мгновенное нарушение правил. И, в общем-то, напряжение, которое висело ворот сборной России, сразу же спадает. Сергей Алборов на Смирнова играет. Алексей обратно возвращает мяч Алборову. Ульянова подключают. И Алексей Ульянов точно на Ковальчука играет. Ковальчук грудью сбрасывает на Лихобабенко. Лихобабенко. Передача на Ковальчука. Открывание Лихобабенко. 1-0. Сборная России открывает счет в такой сложной игре. И какая блестящая комбинация. Россиянк. Как сыграл Ковальчук. Как сыграл Лихобабенко. А начал, начал все. Алексей Ульянов. При этом отмечаем, что все футболисты сборной России, включая также Смирнова и Алборова, в этой комбинации участие приняли. Но какая финальная стадия. Просто великолепно. Тут же Лихобабенко с поля уходит. Автор уже трех мячей на турнире. Единственный футболист сборной России, кто больше одного мяча забил. А вот Ковальчук, например, ни разу не отличался. Но как блестяще играет наш капитан. 1-0. Сборная России открывает счет на 14-й минуте матча в очень сложной игре. Но вот сборная России уже не раз показывала, что как бы сложно игра не складывалась. Какие бы моменты соперников не возникали. Россия готова в любой момент забить. Здорово во футборе играет Алексей Павленко. Ковальчук, можно бить, отдает пас Меркулову, удар и спасает. Сейчас Диан Митрович Черногорию поймали на контратаке. Футболисты в синей форме россияне. И какой отрезок сейчас выдает сборная России. Алексей Павленко готовится угловой подачи. Никита Тулупов готовится в игру вступить. Максим Ковальчук чуть-чуть наелся. Разрешают арбитры замену. Вы пока смотрите момент Михаила Меркулова. И Никита Тулупов, стратовский форвард, готовится нагнетать давление у черногорских ворот. Павленко верхом на Меркулову. Тяжеловато было Михаилу здесь сыграть. Ну вот так вот очень мощный отрезок сборная России провела. Ну и нельзя терять концентрацию в обороне. Хорош. Ульянов на выходе опережает. Он Вукович, к слову, там вернулся в игру Горон-Дробнях у черногорцев после мяча забитого в их ворот. Это логично. Тулупов. Первое касание мяча. Второе. Не получилось на партнера передачи отдать точной. Но зато мяч сохранил. Тулупов. Алборов меняется. Появляется Махмутов. Нужно подождать чуть-чуть, пока Вукович заменится на Илью Кривокапича. И вот теперь можно из-за боковой Смирнова мяч вводить. Марат Махмутов. Спокойно играет на Павленко. Но вот видите, мяч дробит. Тяжело его обрабатывать. И Павленко в итоге ваут попроще. Но это правильно. Он уже был под прессингом двух футболистов. Не надо сейчас изобретать велосипед и счет в нашу пользу. И в принципе велосипед изобретать не надо в таких обстоятельствах. Это может чревато быть печальными последствиями. Кривокапич был крупным планом на ваших экранах. Вернее, его восьмой номер. Но Алексей Ульянов, конечно, никуда не спешит при вводе мяча. Тулупов ведет борьбу позиционную. Но не на него пытается сыграть Ульянов, но Михаила Меркулова. И, пожалуй, первый раз в сегодняшнем матче срывает мяча в игру. Можно простить нашему голкиперу. И разочек, и даже не разочек можно простить. Ульянов здорово в игру мяч вводит. Павленко на Меркулова. Неужели зацепится, Михаил? Цепляется. Но здесь передачу, конечно, никто не свистнет. Такую голкиперу свободный удар не назначат. Да здесь и не было этого. А вот на плане поля Черногории будут балканские футболисты. Не за боковой мяч сбрасывать. Челакович это как раз сделает. Бросает далеко. Махмутов там падает в борьбе с горным дробником. Без фола. Но мяч уже у сборной России. Тулупов разворачивается. Здорово! Удар Тулупов можно было. Павленко отдать. Очень хочет Никита Тулупов сейчас забить. Очень хочет забить. Можно понять. Павленко был в хорошей позиции. Правда, рядом находился. Как бы там не получилось, что подсунул бы Тулупов мяч. Но вот он решил пробить. Убрал здорово двух соперников. Пробил защитника. Но свою работу Тулупов делает. Добавляет скорости движения сборной. Сейчас Тулупов открывается. Павленко обыгрывается после аута. Удар и угловой. И Алексей Павленко снова угловой будет подавать. Вот во вчерашнем матче он Михаила Меркулу блестяще вывел на ударную позицию после углового. Не забил Михаил. Но начался таким образом стартовый штурм. Приведший гол у сборной России. Первый, вернее, штурм. Не стартовый. Гол на последней минуте первого тайма. Он привел. Желька Морденович вернулся на поле. Заменил Слободана Дробника. Алексей Смирнов играет головой. Аккуратно вперед. Но там Павленко не было. Тем не менее, россияне за мяч зацепились. Тулупов хорош. Разворачивается. Чуть передерживает Никита мяч. Но зато пытается попроще сыграть. Удар с разворота. Неплохо, неплохо. Да, не сказать, что сейчас пожарничал Никита на самом деле. Искал партнеров. Не увидел, чтобы они были в лучшей чем-то позиции. Развернулся и пробил. Я думаю, все правильно. Отрезок свой Тулупов проводит хорошо. Но сейчас он закончится. Идет Ковальчук. А здесь Ульянов напоминает, что он в порядке. Егор Андробник. Здорово там развернул Махматова и пробил с острого угла. Но точно в створ. Не только Ковальчук, еще и Алборов появится на поле. Алборов Павленко поменяет. Чуть-чуть тоже надо подышать Алексею. Но Алборов наоборот подышал и готов. Но Никита Тулупов, пожалуй, самый, наверное, осмысленный отрезок провел свой. На поле чуть-чуть он успокоился. Самый осмысленный за турнир. Успокоился. И сразу, видите, намного хладнокровнее и увереннее стал действовать форвард Саратовского Динамо. Ну а здесь Марат Махмутов просто врубился в борьбу с Гороном Дробником и принял на себя удар. А там очень опасно было. Последняя минута пошла первая тайма. Не знаю, сколько добавит арбитр, но остановок-то практически не было. В Албору подает мяч. А там Махмутова валит буквально Илья Кривакапич в борьбе. Ну, тем не менее, все обошлось. Опять претензионерского штаба к арбитрам. Но это Черногория. Я вам говорил, что балканские футболисты всегда играют в такой футбол. Где-то даже более неприятный, чем Чехи. Но все-таки по духу черногорские футболисты нам, наверное, ближе. Ковальчук хорош в перехвате. Аут один из последних. Последний аут. Нет, не последний. Я думаю, минуту добавляет арбитр. С минутой 8 секунд еще играть. А будет сейчас бросок. И что, пенальти! Пенальти ворота сборной России. Там падает Горан Дробняк. Желтую карточку Алексей Смирнов получает. Я смотрел немножко в другую сторону. Я на самом падении не видел момент. Давайте посмотрим. Такие пенальти мы уже видели здесь даже в плей-офф. Ворота, например, сборной Чехии. Такой пенальти был назначен в 1-8 финала в матче против Израиля. Правда, там 3-0 вели. В то время Чехии очень нужен повтор. Реплей. Обращаюсь я к своему режиссеру. И смотрите, какое-то взаимопонимание. Ну-ка, ну-ка. Держали там другого игрока. Ну, не знаю. Пенальти. И 1-1. Алексей Ульянов известен как мастер отражения пенальти. Но в данном случае спасти было сложно. Очень странное нарушение правил. Хотя, может быть, я чего-то не рассмотрел. Возобновилась игра. Сейчас закончится добавленное время. Будет перерыв. Ну что ж, сравняли счет черногорцев. Впервые сборная России выйдет вперед. Позволила соперникам на турнире счет сравнять. Никто не говорил, что будет легко. Успокоили игру. Вроде бы, россияне, поведя в счете, играли с преимуществом. Но вот и черногорцы показали, что они тоже из ничего умеют моменты создавать и забивать. И перерыв. 1-1. Сборная России крайне недовольна тем, как закончится первый тайм. Но сейчас нужно на игре сконцентрироваться. Сборная России по силам. Сборная России по силам выиграть уверенно в этой игре. А легко не будет. А легко не будет абсолютно точно. Хотят черногорцы поменяться скамейками. Сборная России отказ. Борович, который начинал в запасе пертайм. Игорь Андробник стартовала игра. Сборная России разыграла мяч в центре поля. Главное сейчас, чтобы эмоции, которые захлестывает тренерский штаб, не захлестнули игроков. Но здесь, кстати, у России все в этом плане четко сделано. Разделение обязанностей. Где-то даже эпатаж, где-то лишний, может быть, с виду хайп, который организовывает тренерский штаб сборной России. Он умышленно делается так, чтобы игроки могли сосредоточиться на футболе. Бьет Лихобабенко выше стадиона. И Миротич будет уже новым мячом от ворот начинать атаку своей команды. Дробник. Меркулов хорош в отборе, но надо сказать, что Жилько Морденовичу не хватило техники. Он сам завозился. А здесь Челакович выиграет позицию Ковальчука. Еще и бьет. И Махмутов не допускает мяч до Ульянова. В принципе, правильно. А здесь Ковальчук. Один удар головой. И штанга. Причем отбивает Миротич мяч. Быстрая атака. Вот стоило Челаковичу пойти вперед. И опасно было бы атаковать ворот сборной России. Как сборная Россия ответила своим опасным выпадом. Тут же поймали Челаковича в свободной зоне. И Ковальчук бил в одной кассане головой. Чуть-чуть бы еще было больше времени, чтобы принять мяч. И разобрался бы капитан сборной России. Но и так очень опасно получилось. И сейчас угловой Лихобабенко мощно стреляет. И правильно, наверное, отбивает голкипер мяч. И замена Ковальчука меняет Никита Тулупов. Очень хороший отрезок форвард Динамо Саратов провел в первом тайме. И именно поэтому так рано во второй половине он получает игровое время. Лихобабенко. Тулупов. Два-один. Никита Тулупов. Угадал сейчас Дмитрий Смирнов с этой заменой. Никита Тулупов. Вы, конечно, сейчас захлестывают эмоции. Он не делает того, что собирался сделать. Но я за него скажу. Своей любимой девушке посвящает. Он забит вещь. Да, нет. Все-таки вот вы не видите. Пока смотрите повторы. Никита Тулупов это показал. Смотрите наши дневники. Наш оператор все доснял. Своей девушке Дарье Гончаровой посвящает этот гол Никита Тулупов. И сразу же летит в атаку сборной России. Меркулов. Здесь неудобно было бить. Но здорово проатаковали опять россияне. Опять вот на эмоциях. На кураже после гола. И смотрите, снова перехватывает мяч. Черногорцев, надо сказать, эмоции захлестут после того, как они мячи пропускают. И это момент, когда можно Черногорию ловить. Тулупов удар! Принимает на себя Челакович. Меркулов прямой ногой играет, но арбитеры здесь дают играть. Вот вы видите, как у Алексея Юртаева, оператора проекта «Спортируй». Сейчас мяч попадает. Будет из-за боковой сейчас бросать Огнин Стаматович. Падает сейчас Горан Дробник. Я бы сказал, даже валится в борьбе с Махмутом. А Махмутов играет мяч. Аут. Очередная замена сборной России. Тулупов, получивший по ноге храприхрамывающий, меняется на Александра Панова. Но Никита Тулупов сейчас свое дело сделал просто блестяще. То, чего ему так не хватало, он хотел забить. Вот он успокоился, стоило только реально успокоиться. Я подумал о том, что главные результаты, а не игровое время, даже не голы. И сразу же Тулупов забил. Вот так вот. Огнин Стаматович будет бросать из-за боковой. Алексей Павленко сейчас на поле появится. Рихабабенко, скорее всего, он поменяет. Тяжело Валерий дышит. Разрешают арбитеры замену на Черногорском мяче. А будет из-за боковой сейчас бросок. Это всегда опасно. Стаматович. Челаковичу бросил, получил обратно Павленко и Смирнов в борьбе. Панов цепляется. Павленко не очень понял сейчас Александра. Но мяч сохранили россияне. Панов придержал. Меркулов убирает, продирается через соперников. Сохраняет мяч. Передача в лицевую, не в лицевую, а под линию штрафной. И там Стаматович с трудом выбивает мяч. Хорошо сейчас сборная России играет внизу. Очень нужен третий гол, чтобы чуть оторваться в этом матче. Потому что преимущество в один мяч, оно ничего практически не гарантирует. Никогда здесь, смотрите, подает Павленко опять угловой. Мяч попадает в Челаковича. И срезается в сторону ворот. Черногория подает штангу. Братарь бы не спас. Сейчас Махматова меняет Алборов. Стреляет Павленко. Здорово. Меркулов там отклеился от опекунов. Но очень сложно было попасть. Попади Меркулов. Конечно, был бы гол. Меркулов в мячу не попал. Но здесь обвинять нельзя, конечно. Михаила очень сложный был момент. А здесь рукой играет Барович. И останавливается сам. Понимая, что в руку попал. А вот арбитр не фиксирует этого. Тем не менее, из-за боковой мяч Россия будет водить. Смирнов вперед наверняка будет кидать. Нет. Кидает на Павленко. А уже Павленко играет вперед. Панов цепляется. Ну, здесь немножко наложил он, да, на ногу Огнену Стаматовичу. И потому штрафной удар в пользу сборной Черногории. Смирнов хорош в отборе. В перехвате, вернее. А Павленко контрольным мячом устанавливает. Панов. Панов. Играет вперед на Меркулова. Через Челаковича мяч не получилось провести. Но у сборной России владение. Преимущество в втором темпе владения мячом очень приличное. У россиян, а ведь черногорцам надо отыгрываться. Горн Дробник меняется на Слободана Дробника. Сейчас. Нет, не Горн Дробник. Меняется Савва Барович. Горн Дробник, похоже, меняться не будет сегодня. Я думаю, побольше. Капитанный лидер черногорской атаки. Павленко. Подставляет сейчас очень удачную ногу Мерденовичу. Удачную для черногорской сборной. Но аут в пользу сборной России. Успокаивает Максим Кувальчук Алексея Ульянова. Чуть подзавелся голкипер, но тут же показал он большой палец капитану. Все нормально. Действительно успокоился. Ротарь Меркулов находит его голову Павленко. Пробить было сложно. Но надо пытаться. Вот такие ауты. Они рано или поздно могут привести к остроте. Вот черногорья таким аутом пенальти заработала. Даже я рассказал менее опасным. Изначально аутом. Алборов. Хорош на опережении. Желька Мерденовича. Он опрокинул. Но без всякого нарушения правил. У нас Кувальчук вернется в игру. А пока черногорцы опасную атаку проводят. И бьет Слободан Дробняк из-за штрафной. Мимо ворота. Александр Панов отработал свой отрезок. Тоже очень неплохо. Сегодня всех порвардов отмечаем. Никто из игры не выпадает. Все действуют по-разному. И все действуют очень полезно. И Максим Ковальчук вступает в игру снова. Меркулов просит от Ульянова, чтобы на него пошла передача. Так и происходит. Но чуть-чуть, чуть-чуть Ульянов перевешивает Михаила. И тем не менее благодарность от своего партнера получает за этот пас. А вот Черногория будет бросать все полное поле. Морденович убирает под правую. Бьет. Выше ворот бьет. Но Морденович левша. Поэтому сложновато ему было в таком положении. Да еще и под прессингом Алборова. Михаил Меркулов активно отработал 7 минут. Первых во втором тайме и уступил место Валерию Лихобабенко. Ульянов очередная длинная передача. Сейчас точно на Ковальчука груди. Тот чуть-чуть не сумел скинуть, как хотел. Там бы Лихобабенко бил. Правда, бил бы с правой, скорее, а не с левой. С родной. Но вчера Лихобабенко с правой сборной Молдавии забил. Алборов выбивает мяч на угловой. Сейчас словно под мостом играют команды. В какой-то мере это на руку сборной России. Но с другой стороны, все-таки лучшую игру России пока от Камечни. Ух, какой момент! Челакович очень грамотно угловой разыграли. Сербы и Челакович. Ой, сербы, простите, черногорцы. Челакович бил с передачи Желька Морденович. Морденович очень плотным, хлестким получился удар. В створ не попал у футболиста сборной Черногории. Ульянов снова далеко будет мяч в игру. Лихобабенко надо зацепиться. Чуть не рассчитал, но все-таки зацепился. Ковальчук, Павленко от Смирнова получает удар. Там Ковальчук на пятачке прыгает. И в итоге Огнен Стаматович выбивает мяч. Чистит свою зону. А вот сборная России из-за боковой будет водить. Медленно, медленно тянется время. Ну а как вам? Может быть иначе? В таком матче Ковальчук цепляется. Здорово цепляется Максим Ковальчук. Павленко возвращает мяч капитану. И ножницами! Максим Ковальчук. Это что-то из пляжного футбола сейчас. Был он очень популярен в России. Но Ковальчук, я насколько знаю, в него не играет. Сборная России чемпион мира по пляжному футболу. Поэтому, наверное, да, футболисты обязаны уметь через себя бить. Те, кто едет на чемпионат Европы, какой бы то ни было, футбольный мини-евро. Не мини на траве, на песке, на земле, на болоте, где угодно. Ульянов забирает мяч. Алборов. Снова Максим Ковальчук. Хитро задумал. Чуть-чуть, чуть-чуть не получилось. Но именно вот хитрой игрой, именно тонким футболом сборная России вскрыла в первый раз оборону Черногории. Так что это имеет право на жизнь. А здесь Лиховаменко в отборе здорово играет. Но при этом Слободан Дробник еще лучше играет. В итоге угловой выцарапал Дробник. Ну а Ковальчука сейчас заменят Никита Тулупов. Очередной игровой отрезок Никита получит. Короткими перебежками играют форварды сборной России. И в данном случае это тактика себя оправдывает. Ковальчука не хватает, например, надолго. Но зато эти отрезки, которые он проводит, он проводит просто здорово. Лиховаменко. Там остается лежать Павленко. Но мяч у сборной России. Лиховаменко плохую передачу дает. Павленко прежнему лежит. Челакович бьет в Лиховаменко. И Тулупов убивает мяч, потому что Павленко до мышечной спазмы, я так понимаю, попросту лося получил Алексей в борьбе. Горан Дробник его подбадривает. Ну и сейчас Алборов, да, наверное, появится на поле вместо Павленко. Хотя, прошу прощения, Алборов-то и так играет. Мах вот скорее в игру вернется, если Павленко игру продолжить не сможет. Нет, Павленко встает, даже не готовил, все надо замена. Черногорцы наверняка сейчас мяч из сборной России вернут. Ульянов. 10 минут. Плюс добавленное. Тоже добавленное будет, я не сомневаюсь. Не факт, что одна минута. Но это, наверное, и правильно в таких матчах. Нам-то, конечно, хотелось бы при нынешнем расставе, что добавленного времени не было. Но это только потому, что мы ведем. Лиховаменко. Опять ошибается Валерий в передаче. Павленко просит замену. И Марат Махмутов готовится. Готов в игру вступить. Вы его видите. Досталось все-таки Алексею. И сейчас заморозка. Наверняка пойдет ход. И пакеты со льдом тут готовы. Черногорцы нагнетают, нагнетают. А здесь Ульянов. Не без труда. Но над Лиховабенко мяч забирает. И тут же отдает коротко Смирнову. Длинная передача низом на Тулупова. Но мяч дробит. Немножко сложно Никите его принять. Тем не менее он справляется с этой задачей здорово. Махмутов. Теперь Албор пытается всем сыграть. Немножко начали нервничать россияне. И вот срывать простые передачи, которые у них проходят 10 из 8. Обычно таково напряжение. Смирнов успевает здесь в отборе. И Тулупов вынуждает черногорцев на свою половину возвращаться. Но они с мячом. Стаматович, Челакович. Но здесь Смирнов. Алборова заменит Андрея Иванова. Не игравший в первых матчах на турнире. Вышедший с Кипром. И затем появивший также из Молдавии. По ходу игры. Хоть и на не самый большой отрезок. Сегодня тоже в отрезок не самый большой. Но он будет играть. А здесь момент у черногорцев. Не проходит передача. Услабо дробник. И не проходит. Потому что Алексей Смирнов сыграл здорово. Махмутов летит в ответ на атаку. Бьет. И зарабатывает аут. Огненностаматович. От Огненностаматович мяч уходит. Ну и Валерий Лиховаменко Андрей Иванов сейчас меняет. А у сборной Черногории уходит Жилько Мрденович. Возвращается в игру Саву Барович. И не только он. Также вместо Слабдана Дробника появляется на поле Илья Кривокапич. На втором тайме, по-моему, Кривокапич еще не играл. Смирнов бросает на Тулупов. Получает обратно. В центр на Иванова. Иванов свежий. И цепляется без нарушения правил. Тулупов. Один в один. И спасает Миротич. Да, оказался Тулупов в трех метрах перед воротами. Но когда к нему пришел мяч, уже вратарь выскочил. Тулупов сыграл неплохо. Албору меняет Владимир Егоров. Владимир Егоров сегодня еще не играл. Но сегодня мы надеемся, что длинный игру день. Смотрите, да, какой момент. Но уже, да, Миротич все грамотно сделал. Тулупов я бы в этом нерезонном моменте не обвинял бы. Контратака сборной Черногории. Россия летит в оборону очень активно. А мяч летит в море. Это Алексей Ульянов постарался. Челакович будет водить из-за боковой. Бросать штрафную. Там сейчас кто-нибудь упадет обязательно. Не падает Барович. Хотя Махмутов его придерживал. И в Махмутов попадает Барович. А Челакович попадает в Иванова. Осадили. Сейчас осадили. Черногорцы штрафную. Егоров осторожнее. Надо играть Владимиру. Ну, я думаю, что все-таки второй-то не рискнет. Арбитр такой пенальти поставит. Но на это закладываться нельзя. Ну, а борьба, борьба очень напряженная. Там штрафной Кривокапич с Егоровым оба руки включают. Но в итоге атака Черногории заканчивается ничем. И сборная России будет мяч в игру вводить ударом от ворот. Вот 6,5 минут плюс добавленное время еще играть в этой встрече. Возвращается Горан Дробник. На поле меняет он Данила Буковича. Я думаю, вот теперь Горан Дробник точно без замены отыграет. А у России Махмутов уходит. Алексей Павленко выходит. Конечно, Махмутову не хватает где-то уже афтических кондиций. Но играет он очень полезно. Пусть и короткими отрезками. Разыгрывают ченогорцы мяч. Саматович Набарович сыграл. А тут обработать не сумел. И Павленко оставляет Алексею Смирнову. Право ввести из-за боковой. Просит партнера Смирнов подойти к нему. В итоге подходит Тулупов и угловой. Нет, от ворот, от ворот. От Тулупова мяч ушел. Мне показалось, звук я услышал. Но это именно звук от удара был. Всего лишь Черногория быстро не получилась у нее ввести мяч в игру. Зато Дробника нашли. А Дробников работать под прессингом Владимира Егорова мяч не сумел. Бросает Егоров вперед на Тулупова. Тот в коробочке из Челаковича и Кривокапча до мяча не забирается. Добирается, но судите сами. Цепляют друг друга Дробник и Егоров. Дробник требует зафиксировать нарушение правил. Хотя упал российский футболист. Но в итоге Дробник после этой борьбы до мяча добраться не сумел. Тулупов опять отработал свой отрезок. Максим Ковальчук в игру возвращается. Тут готовы были Меркулов и Лихобаменко в игру вступить. Но пока их отправляет назад Смирнов. Чуть-чуть не довели до удара атаку российские футболисты. Но сохранили мяч Егоров из-за боковой. 35 минут сыграно. Бросает далеко на Ковальчука удар головой. Очень неплохо сейчас было все сделано. В ближний угол Ковальчук не попал. Но имея необходимость забивать. Черногория не может быть спокойна за свои тулы. Потому что постоянно сборная России ищет возможность забить третий мяч. И правильно делает. Слободандробник выходит на поле вновь. Вместо Ильи Кривокапича. Активно поборовшегося с Егоровым. В свой небольшой игровой отрезок во втором тайме. А Смирнов закидывает снова на Ковальчука. На этот раз засыпиться у Ковальчука не удалось. Но не получилось. Но здесь Павленко здорово. И угловой Алексей Павленко зарабатывает. Просто блестяще Алексей Павленко играет на этом турнире. И причем от матча к матчу. Вот что он, что Ковальчук прибавляет. Но и в целом сборная России добавляет. Уходят Иванов и Павленко. Сейчас Меркулов и Лихобаренко все-таки возвращаются. Но правильно на стандарт. То, что нужно. Тем более, что на дальней бровке Иванов и Павленко находились. И чуть-чуть времени у черногорцев украли. Правда, конечно, рефери добавят. Лихобаренко бежит угловой подавать. Меркулов бежит бороться в штрафной площади. Передача на Меркулов. Доходит Ковальчук. Не попадает с 20 сантиметров в ворота. Но он не видел, честно говоря. Ему в голову мяч попал. Какой момент. Не хотелось бы только, чтобы работали там всякие известные футбольные истины. А здесь Егоров нарушает против Дробника мяч. Егоров улыбается. Но вот здесь я логику арбитра понимаю. Дробник немножко подсаживался. Можно было в сторону России ползать. Но Егоров вылетал с руками. В пользу атаки трактуют румынские арбитры. Это эпизод. А может быть, просто чуть больше любит синюю форму. Челакович бьет. Кулачук выставляет ногу. И мяч обратно в Челакович попадает. Затем уходит за боковую и будет под контролем у сборной России. Сергей Алборов. Прошу прощения. Сергей Алборов готов игру вступить. Меняет он Владимира Егорова. Да, чтобы Владимир не завелся. Ну, достаточно уверенно Егоров отработал свой игровой отрезок. Как обычно, недоволен, но ничего страшного. Алборов из-за боковой. Вперед надо, конечно, бросать. Меркулов играет затылком. Лихобабенко разворачивается. Опять 2 в 1. Россияне и сам бьет Лихобабенко, потому что уже бросился Челакович на Ковальчука. Но Миротич оказался готов. Все правильно делал Лихобабенко. Забить не получилось. Но вот именно по уму сыграли. И теперь забоковое Россия будет бросать. На Меркулова. Но того опережает Стаматович. Мяч по-прежнему у россиян. Алборов готовится на Ковальчука бросить. Да, на Ковальчука, но не верхом, а низом. В итоге грудью отскочивший от земли мяч Ковальчук принимает. Пытается на дальнюю штангу его перевести. И мяч уходит за пределы поля. И Миротич будет его из-за лицевой линии в игру вводить. На Дробника здорово. Но Алборов и Меркулов вдвоем отборолись. И сейчас Меркулов здорово показывает, что было нарушение правил. А Дробник аккуратненько его по затылку движение ногой сделал. Михаил Меркулов, насмотревшись на сборную Чехии, на сборную Греции, немножко решил изобразить. И поднялся, потому что партнеры по сборной, тренерский штаб ему попросили. Здесь сцена не устраивает. Но и правильно, а здесь что? Алборов передачу делал. Вышел Миротич на Ковальчука и едва за шиворот мяч не получил. Последняя минута основного времени пошла. Последняя минута. Алборов в хорошей верховой борьбе. У черногорцев не получается с издательной игры. Но вот преимущество один мяч только у России. А значит, что может залететь совершенно в любой ситуации мяч в ворота. Поэтому расслабляться совершенно рано. Две минуты добавляет арбитр. Таким образом, 2.40 еще играть в этом матче. Но сборная Россия опять в обороне четко действует. А Лихабабенко вперед на Ковальчука играет. Ковальчук у углового флага. Ну, флага здесь нет, но в углу поля. И зарабатывает угловой. Как раз Максим. Даже чуть-чуть выиграв времени. Лихабабенко готов его подавать. Прихрамывает Ковальчук. Но показывает, что может он продолжить игру. А у России Алексей Павленко готовится. В игру вступить. Лихабабенко будет подавать. Стреляет он штрафную. Правильно. И Ковальчук поле покидает. А вместе с ним кто? Михаил Меркулов. Я думаю, что потому, что он дальше сейчас, чем Лихабабенко. От места, где замены происходят. Свежие футболисты сборной России в игру вступили. И Андрей Иванов готовится также в игру вернуться. Сейчас, я думаю, что Дмитрий Смирнов будет постоянно делать замены. На каждом мяче угловой. Внимательно нужно играть с Слободаном Дробником. Горан Дробник на него передачу отдавал. Тулупов сейчас Слободан Дробника берет. Горан Дробника берет. Павленко. Смирнов против Смогучего Баровича действует. А Ульянов играет на выходе. Но удар Баровича! Там не дотянулся Тулупов до мяча. И в итоге Барович с разворота бил. Попади! Лежавший Ульянов вряд ли бы дотянулся до мяча. Но не попал футболист сборной Черногории с разворота с левой ноги. Ульянов на Тулупова. Борьбу у него выигрывает Челакович. Но мяч Павленко оскакивает. А вот правда аут позже Черногории. Здесь будет Стаматович на Дробника. Вынужденный на своей половине поля. Вот так-то еще и верхом припасывал Черногорск. Но до города Дробника мяч довели. А здесь Алборов. Вот почему Албору берегли. В матчах группового этапа. В последних в матче с Молдавией. И сейчас Алборов играет в воздухе. Правда к своей зоне мяч отлетает. Но по крайней мере пока отбились. Здесь Иванов выходит вместо Лихобабенко. Аут очень опасно. Один из последних шансов Черногорцев чуть больше 20 секунд еще играть. Ульянов на выходе. Угловой зарабатывают Черногорцы. Но здесь аут и опаснее угловых. Хотя и угловых расслабляться нельзя. Меркулов готовится в следующей паузе ступить в игру. Удар Ульянов на месте. Потому что правильно занял позицию. Слободандробник из-под трех там вывел мяч. Не видел его наш голкипер. И все. Финальный свисток. Не выйдет Меркулов больше. На поле в этом матче. Сборная России. В полуфинале мини-евро. 2-1. Повержена Черногория. Великолепная игра российской сборной. Лучшая на мой взгляд игра на этом турнире. Но я надеюсь, что лучшие впереди. Еще две лучших игры надо выдать. Сборная России в полуфинале. Вместе со сборной.